В ходе поездки в Искитимский район губернатор области Андрей Травников и председатель законодательного собрания Андрей Шемкиф посетили птицефабрику Улыбино. Они оценили, как реализован этот масштабный инвестиционный проект. Глава региона присутствовала здесь пять лет назад на закладке фундамента. Теперь этот проект реализован полностью совместными с правительством области и усилиями. Инвестор вложил собственные средства. Регион помог налоговым льготам и инфраструктурой. Здесь применены современные технологии при строительстве и оборудовании корпусов. Это как вантовые мосты. Дрозами стягивают вверх. Низ стягивается за счет армирования пола. Нету конструкции, то есть нету для бактерий, некуда места особо залегать. Там не промыли. Проще обрабатывать намного вот эту конструкцию. За счет этого достигается биологическая безопасность. Теперь улыбинская птицефабрика выпускает уникальную продукцию, которую распробовали не только жители Новосибирской области, отметил Андрей Травников. Дельбини я не видел. Дельбини натуральному. Это бургерная котель. Мы полностью себя обеспечиваем мясом птицы и курятиной, и вот теперь утятиной. Причем утятину поставляем в географии от Калининграда до Владивостока. В целом продовольственную безопасность Новосибирской области она обеспечена. Конечно же, есть зависимость от импортных технологий, от импортной генетики. И в том числе мы сегодня эту задачу обсуждали с инициаторами проекта «Улыбина». Сейчас для разведения используется бройлерная утка «Стар-53». В рамках импортозамещения предприятия планируют вывести собственную репродуктивную породу с помощью ученых-генетиков и силиционеров. Тот вопрос, который сегодня они ставят по генетике, его надо обязательно решать. Сегодня, когда проблема со сбытом зерна, нам просто необходимы такие предприятия, птицеводческие, животноводческие, чтобы рынок потребления был внутренний. Тогда меньше проблем с реализацией у сельгоспредприятий, которые производят зерно. В перспективе мощность птицефабрики в год достигнет 18 тысяч тонн мяса утки. Уникальному проекту глава региона пожелал дальнейшего развития. Продолжение следует...